Вау! Какая красавчик! Эти кадры были сняты за несколько часов до матча Колумбия-Великобритания. Болельщики решили как-то по-особенному поддержать свои любимые сборные. Фанаты активно поддерживают нашу сборную, приходят к нам перед каждым матчем, берут карнавальные костюмы, национальные, что очень приятно. А почему именно костюмы? Почему не прически, не что-то еще, а вот именно наряжаться? Откуда это? Ну, мне кажется, это какое-то огромное количество наций приезжает в нашу страну для того, чтобы объединиться под общим флагом, флагом дружбы, национальности, праздника и спорта. Вот уже три недели специалисты этого московского ателье работают для болельщиков. Они не только сдают костюмы в аренду, но еще и сами их изготавливают. Чтобы порадовать болельщиков и в честь чемпионата, для них действует специальная скидка – минус 20%. Колумбиец Демпси Диас предложил своему другу-россиянину надеть колумбийскую шляпу, а сам он решил примерить традиционный русский наряд. Я понял, что это очень тяжело, нашел этот сомбреро, потому что это другой мир. Колумбия очень далеко и Россия очень далеко. Но хорошо для нас нашел похожий сомбреро. И для этого все люди, когда посмотрят российский человек в Польше, я езжу из Колумбии, вау, друг, мы чувствуем это очень-очень красиво. На мой взгляд, это просто у людей какое-то ощущение праздника невозможное. То есть я хожу по улице и вижу, как будто я на карнавал приехал в Бразилию. Конечно, это Москва, а не Рио-де-Жанейро. Столица России не особенно славится свободой нравов и безудержным весельем. Тем более удивляет то, как быстро по городу распространилась праздничная атмосфера чемпионата. Кажется, она заразительная и никого не оставляет равнодушным. При этом совершенно не важно, кто побеждает на поле. Атмосфера города напоминает круглосуточную вечеринку под открытым небом, которыми обычно славятся Рио, Барселона и другие жаркие мегаполисы. Николай, Дмитрий и Демпси добрались до цели. Они находятся на Воробьевых горах у МГУ, где расположена фан-зона. Парни очень быстро оказались в центре внимания болельщиков. Все хотят селфи с переодетыми ребятами. Так круто, что мы с друзьями гуляем и представляем такие разные народы. Один притворяется англичанином, другой колумбийцем, а третий русским. Разные страны, разные культуры, буйства, красок. Но в конце чемпионата останется лишь один цвет, цвет победителя мундиали. А до тех пор болельщики могут безудержно веселиться в ярком море праздничной Москвы. Продолжение следует...